Регулирование берберина на гомеостаз в крови частично связано с улучшением резистентности к инсулину, отличительной чертой сахарного диабета второго типа, который приводит к ожирению. Систематические обзоры показали, что берберин улучшает параметры ожирения, включая индекс массы тела. Между тем, клиническое исследование в случае контроль показало, что уровень индекса инсулинорезистентности при сахарном диабете второго типа снизился на 73% при приеме 500 мг берберина 3 раза в день в течение 3 месяцев. Результаты показали, что берберин значительно снижает уровень инсулина в крови натощак, улучшает индекс инсулинорезистентности и снижает индекс массы тела, что демонстрирует преимущество берберина в снижении резистентности к инсулину. Также анализ данных различных исследований показал, что липидные профили плазмы пациентов с диабетом улучшаются при приеме берберина. Эффективность берберина при дислепидемии широко исследовалась. Метаанализы показали, что независимо от того, используется ли он отдельно или в сочетании с другими методами лечения, берберин улучшает ожирение и гиперлепидемию за счет снижения уровня 3-глицеридов общего холестерина и липопротеидов низкой плотности и повышение уровня липопротеидов высокой плотности при некоторых метаболических нарушениях, а также улучшение метаболизма глюкозы. АТО согласуется с проведенным метаанализом, специфичным для сахарного диабета 2-го типа, который показал значительное снижение общего холестерина, 3-глицеридов и липопротеидов низкой плотности, наряду с умеренным повышением уровня липопротеидов высокой плотности. Метаанализ данных доказал, что добавление берберина улучшает состояние хронического воспаления за счет снижения уровня С-реактивного белка в сыворотке крови. Метаанализ также показал, что берберин значительно снижает уровень С-реактивного белка, интерликина-6 и фактора некроза опухоли альфа. Это указано на то, что берберин в качестве дополнительной терапии демонстрирует синергетический эффект с гипогликемическими средствами. Прежде всего, берберин предлагается применять у больных с сахарным диабетом с инсулинорезистентностью и дислепидемией, особенно у пациентов, у которых впервые диагностирован сахарный диабет второго типа, сопровождающийся ожирением и дислепидемией. Кроме того, это лечение не увеличивало риск серьезных нежелательных явлений, когда обычная доза колебалась от 0,6 до 1,5 грамма.